В этом году конференция по онкологии отметилась большим количеством мастер-классов по абдоминальной хирургии, урологии, оперативным вмешательствам при раке молочной железы. Делиться опытом и перенимать его у наших врачей приехали коллеги из Москвы, Вологды, Череповца, Мурманска. Особо прочные связи со специалистами из Санкт-Петербурга. Наши коллеги из Ниепетрова, они нас курируют. Благодаря им у нас уже и гинекологи оперируют на поток, поставлены лапароскопические операции при гинекологии, и абдоминальные хирурги работают уже, оттачивают свое мастерство. Мы развиваем урологическое направление и мамологическое направление. Активное наступление на рак по всем фронтам необходимо. Ежегодно он поражает около 5000 жителей Поморья, средний возраст которых 65 лет. Более половины случаев заболевания выявляется на первой-второй стадии, поэтому и выживаемость достаточно высокая. У нас очень хорошо поставлена химиотерапия. Пятилетняя выживаемость у нас выше, чем по Российской Федерации, выше, чем по Северо-Западу. А в чем, скажем так, нам действительно стоит еще тянуться за коллегами? Тянуться за коллегами нам надо именно в организации. То есть вот когда мы маршрутизацию разработаем, такую, чтобы вот это было вот прямо вот сегодня выявили, и, грубо говоря, в течение двух недель он попал уже на нашу коечку и получает специализированное лечение, вот тут у нас, к сожалению, мы пока еще отстаем. Маршрутизацию пациента обсудили и на коллегии областного Минздрава. В центре внимания первичное звено, то есть специалисты центральных районных и городских больниц. Именно они должны провести обследование и выявить заболевание как можно раньше. Не все центральные районные больницы имеют весь необходимый перечень диагностического оборудования или специалистов, которые могут его выполнить. Для этого существует второй этап оказания медицинской помощи – это учреждение второго уровня или межрайонные центры. То есть вот самая главная проблема – это вовремя, своевременно и правильно, то есть без ожидания, без дополнительных каких-то отклонений от вот этого курса маршрутизации направить на второй уровень. С учетом удаленности и труднодоступности ряда территорий, дефицита кадров и техники, не то что своевременно перенаправить пациента, но и диагностировать у него рак бывает проблематично. Ресурс ограничен, но надо исходить из того, что есть. Мы хотим восстановить тот принцип онконостороженности, который воспитывался годами во время обучения в Минуниверситете. Мы хотим обратить внимание на чувствительность тех исследований, которые проводятся, в том числе и для онкологического поиска. Это флюорографические исследования, рентгенов, маммографические исследования. В скором времени для специалистов, которые проводят эти исследования, будут проведены дополнительные тематические курсы усовершенствования. Алексей Карельский, Александр Пичугин, Архангельское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова